МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 31 марта 1954 года, 70 лет назад, Советский Союз направил официальную ноту правительством США, Великобритании и Франции с прошением о вступлении в НАТО. Послание напоминалось, что именно формирование военных блоков предшествовало обеим мировым войнам. Одобрением советской заявки, по мнению Москвы, Запад продемонстрировал бы мирные цели Альянса, а не направленность против Советского Союза. Что же было дальше? Запад предсказуемо показал Советскому Союзу исконно американский жест. Как показал его и в 90-е, когда Россия добровольно отказалась от военно-политического доминирования в Европе, распустила организацию Варшавского договора и полностью приняла западные ценности. Надеялась глупая, что это что-то изменит. Россия реально была готова вступить в НАТО, но с ней не захотели даже разговаривать. После 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда-то говорю, вы, не вас лично имею в виду, конечно, на Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло пять раз, пять волн расширения. Ну, мы все терпели, все уговаривали, говорили, не надо. Мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, на нас верночная экономика. Нет власти коммунистической партии. Давайте будем договариваться. Целью Запада никогда не было полноценное включение России в европейский политический проект и превращение ее в равное западным государством. Это утопия. Истинная цель – расчленение России и последующее уничтожение и подчинение суверенных государств и всего того, что от России бы осталось. Потому-то НАТО – это исключительно антисоветский и в последующем антироссийский проект. Это необычные времена. Мир нестабилен и напоминает пороховую бочку. Это опасное время. Три наших основных противника – Россия, Иран и Китай – объединились и проявляют агрессию по всему миру, представляя глобальную угрозу нашему благосостоянию и безопасности. Их действия угрожают свободному миру и требуют американского лидерства. Если мы сейчас отвернемся, последствия могут быть разрушительными. Очевидно одно – Россия – последний глобальный суверенный ресурс, лакомый кусок, который стал костью в горле всего Запада и США. Поэтому не стоит ошибочно полагать, что ситуация на Украине в ближайшее время изменится. Несмотря на то, что русские занимают важные укрепрайоны, активно понижают украинские возможности в энергосфере, прекрасно себя чувствуют на передовой, уничтожают вражескую технику и противника, доминируют в воздухе и на земле. Везде. Украина – это последняя возможность для Запада и США сломить Россию и принудить подчинению. Ось зла – наши главные противники. Россия, Иран и Китай работают сообща, выступая агрессорами по всему миру. Они – глобальная угроза нашему благосостоянию и безопасности, угроза для всего свободного человечества. И если мы сейчас будем смотреть в другую сторону, откажемся от своего лидерства, последствия могут быть катастрофическими. Согласование в США так горячо ожидаемой мистером Зе многомиллиардной помощи для терпящей тотальное поражение Украине произошло. Это не помощь, а цирк, который заставил Зеленского принять не только помощь от Соединенных Штатов, но и экстренную помощь из Колумбии сразу в обе ноздри, чтобы успокоиться. Сегодня мы, наконец, дождались известия, на которое так долго надеялись, за которое бились. Немедленный эффект от этой поддержки почувствует на себе каждый сидящий в окопах солдат. Спасибо всем и каждому, кто голосовал за нас. И, конечно, персональная благодарность спикеру Майку Джонсону. Надеюсь, дальнейшие формальности будут улажены как можно скорее. Америка доказала свое лидерство с первых дней войны. Именно то лидерство, на котором держится международный миропорядок. Сегодняшнее решение укрепит обе наши страны и приблизит конец войны, в которой Путин должен проиграть. Итак, смотрите, какой шикарный фокус. Республиканцы и демократы наконец-то пришли к согласию и выделили Киеву 61 миллиард долларов. Это факт. Правда, большую часть – себе. Пара-пара-пам. Пьюти. Почти 23,2 миллиарда вечно зеленых из общей суммы пойдут на пополнение запасов оружия и боеприпасов для армии США. Хоп! И куска помощи нет. 11,3 миллиарда франклинов на текущие военные операции США в регионе. На плату баз на Украине, в Румынии, Болгарии и Польше, где готовят солдат ВСУ. Кроме этого, срезали деньги для украинского бюджета. Ему светит лишь 7,8 миллиардов. Эта капля в высшедшем денежном украинском море может просто выдать зеленскому грамоту за борьбу с русскими. Это почти такой же развод Гетмана в ответ на его слезливые просьбы в стиле «дай, дай, 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 дай». Да, кстати, это не безвозмездная помощь. Это лоббистский закон, спонсирующий военно-промышленный комплект США, который может поставлять через Минобороны США оружие на Украину в кредит. То есть финансовые стимулы под гарантированный рынок с бытом. Вот такой фокус-фокус. Кто и кому помогает? Вот вопрос. Деньги США будут разгонять американские же военные заводы. Ну а средства Украине выделили лишь на поддержание штанов, чтобы дешевые украинцы продолжали воевать. Они пошли мириться со злостным Путиным, что следовало сделать уже давно. Этот гениальный многомиллиардный развод заметили и в Кремле. Это еще больше обогатить Соединенные Штаты Америки еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима. Это нанесет непоправимый ущерб имиджу США. Если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут временные ограничения. И делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Президент Джо Байден, ну тот самый, что здоровается с воздухом и обещает зайти в гости к умершим лет 20 назад президентом, назвал важнейшую помощь Украине шагом вперед в истории. И он впервые в жизни совершенно прав. Пусть и прочитал это с бумажки. Это же совершенно гениальный ход. Выдать пероможцам 60 лярдов, но при этом не выдать их, а потратить в собственной стране. Американцы под соусом поддержки борьбы с путинской агрессией банально кинули своих союзников, захапав львиную часть якобы предназначенных им денег себе. Это бурные аплодисменты. Ситуация очень напоминает советский мультик про то, как животные делили апельсин, оставив завладевшему было цитрусом незадачливому волку одну кожуру. Так что эта помощь скорее зрада, чем перомога, увы. А теперь помните, что 80% финансирования Украины пойдет на пополнение запасов американского оружия, наших объектов и наших операций. Это также включает жесткие меры и санкции в отношении Ирана, России и Китая, которые, как понимает большинство американцев, являются необходимостью и очень важны. Я сказал это очень просто, я повторю это еще раз. Это старая военная поговорка. Мы предпочли бы направить пули в зону конфликта за границей, чем на наших собственных парней и наши войска. После такого интервью хочется закричать, эй, цивилизованный мир! А украинцы тогда кто? Пушечное мясо? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова